продолжаем делать нашу игру динозаврик и так в этом видео мы будем делать прыжок динозаврика и так когда к нему приближается камень мы будем кликать вот здесь где-то на экране не динозавр должен прыгать и так как вы поняли я думаю перемещение камня у нас происходит по оси x перемещение динозавра но вертикально будет проходить по оси y и так давайте все это сделаем так закрываем эмулятор давайте вот тут добавим stone position x ну так как это перемещение по оси x везде тут по добавляем чтобы у нас не было ошибок есть отлично и так то же самое мы сделаем только у динозаврика это будет перемещение по оси y то есть добавляем еще одну переменную сюда через запятую меняем x на y stone меняем на дина то есть дину позиция динозавра по оси y так первоначально она будет принимать значение 0 так как он стоит самой нижней точке копируем эту переменную и вставляем сюда вот там где значение y было да мы поменяли 0 хардкорный на дина позиция можно запустить посмотреть у нас как бы сейчас ничего не должно измениться так двигается камень динозаврик на месте но уже вот этот позиция по игре к у нас не 0 а вот это вот переменная и так чтобы он прыгнул надо просто изменить значение этой переменной давайте это вот здесь вверху где-то напишем дина y равно 300 вспомнилась шутка про тракториста ну у нас динозавр так и так что произошло динозавр просто поднялся вверх отлично опять же тут эти 300 мы не будем привязываться к ним мы возьмем get high вот высоту экрана так скопируем ставим сюда и проверим то есть позиция динозавра к динозавра по игре к должна быть занимать пол экрана половину экрана то есть вот это так на половина экрана это прыжок сильно большой давайте попробуем одну треть запускаем отличная высота подойдет и теперь смотрите эта высота должна меняться только в случае если мы кликаем по экрану поэтому давайте пишем условия if gdx . input . just touched ну можно перевести в случае с just touched ну прикосновений по экрану какие производить действия а в случае прикосновения к экрану мы будем менять позицию вот эту динозаврика по игреку так давайте запустим проверим итак приближается камень мы кликаем на экран и все динозавр ну тут вы наверное заметили он у нас не прыгнул а скажем так телепортировался опять же тут надо сделать такой же код как у нас камнем чтобы динозавр плавно перемещался в эту позицию так давайте тогда напишем следующий код значит так что нам надо сделать нам надо ввести булевые переменную так буллин пишем дина джампинг дина джампинг так изначально это переменная будет принимать значение false то есть динозавр прыгает нет и когда он будет прыгать когда мы прикоснулись к экрану то есть если мы прикоснулись у нас дина джампинг принимает значение true так отсюда это этот код надо вырезать и теперь пишем следующее условие и дина так не так если у нас дина джампинг то есть если динозавр прыгает то у нас вот это дина позиция должна давайте сейчас напишем вот так сначала плюс плюс то есть как вы поняли должно это значение увеличится на одну единицу и теперь давайте запустим и посмотрим я кликнул по экран и динозаврик у нас видим прыгает ну на самом деле он у нас не прыгает а улетает в космос потому что сейчас вы видите он зайдет дойдет до края экрана и полетел куда-то в космос и сюда нам надо добавить вот это вот условие кроме того что должно быть условие дина джампинг динозавр прыгает у нас должно быть следующее условие и пишется вот так вот двойной and and вот этот дина позиция должно быть меньше чем график get high то есть как мы определили чем меньше чем высота одной трети экрана давайте теперь запустим и посмотрим что у нас произошло так и поехали надавили динозаврик начал прыгать достиг одной трети экрана и остановился вот и так прыжок у нас как бы разделяется на две части сначала динозавр прыгает а потом он падает опускается это надо записать отдельно теперь нам надо добавить переменную дину фоллинг по моему так динозаврик падает full full с двумя l по моему если ошибка ничего страшного динозаврик падает аналогично это значение сразу фоллс и дописываем еще одно условие если дина фоллинг true так едино позиция у больше но тут 0 то есть он должен опуститься в нижнюю точку до нуля тогда у нас происходит вот тут минус минус то есть позицию по игреку мы будем уменьшать давайте запустим проверим так и сейчас я вижу она у нас не сработает так кликаем не у нас по-прежнему динозаврик будет улетать в космос а вернее нет теперь он уже установился но он должен падать то есть теперь нам надо еще одно условие добавить динозаврик равняется вот этому то есть когда он достигнет 1 3 экрана тогда у нас что должно произойти тогда дина динозаврик перестанет прыгать и он начнет падать и тогда дина фоллинг ставим значение true так и сейчас тоже будет наверное один сюрприз и так едет на носками камень движется мы прыгаем достигаем 1 3 экрана и начинаем падать то есть у нас прыжок работает но тут динозавр то у нас летел в космос и теперь останавливается потому что у нас вот тут есть нолик но опять он теперь не будет прыгать потому что нам надо установить значение другие теперь и так для того чтобы динозаврик прыгал потом опять когда он приземлился на землю нам надо установить следующее значение еще одну проверку то есть и в какое-то условие то есть если у нас дина позиция по игреку будет равна нулю тогда вообще вот эти две переменные дина джампинг и димов едино фоллинг должны быть значение false то есть динозаврик и не прыгает и не падает он как бы стоит на земле давайте запустим проверим так жмем динозаврик прыгает и теперь он опускается так отлично жмем второй раз опять динозаврик прыгает и так все у нас работает и опускается но теперь если когда он опускается мы нажмем на экран он у нас зависает ну потому что он как бы находится в двойном положении и прыж и падение и когда мы касаемся экрану то он как бы и прыгает ну то есть происходит одновременно и повышение вот этой позиции и уменьшение дина позиция греки плюс и минус и поэтому ничего не происходит то есть что нам надо сделать вот здесь нам надо дописать еще одно условие то есть динозавр может прыгать только в том случае если позиция у него равна вот этой нулю то есть он не может прыгать когда уже находится в прыжке то есть добавляем условия и в дина позиция по игреку равняется нулю так и берем это в скобочке так весь этот код к нам конечно можно переписать по-другому сделать более короче компактно в общем если желание у кого-то займетесь ну для объяснения это как раз такой самый оптимальный вариант итак давайте прыгаем помнили да мы сейчас исправляем бах чтобы динозаврик ней зависал так вот когда он падает я кликаю по экрану ничего не происходит а как только он коснется земли вот он прыгает опять так ну и теперь что нам осталось сделать это отрегулировать скорость прыжка ну можно ее сделать такую же как и скорость камня давайте попробуем так сейчас у нас за скорость отвечает вот это плюс плюс минус минус так и давайте вот этому of stone так где вот это наша скорость давайте скопируем так пишется вот так плюс равно а тут минус равно то есть у нас динозаврик будет прыгать на одну сотую от ширины в общем скорость его прыжка должна равняться скорости камня так ну давайте попробуем поиграть по-настоящему раз и динозаврик у нас завис ага значит почему он завис потому что у нас он не начал падать дина позиция y а вот тут надо не строгое равенство установить а дина фоллинг если дина позиция поставим больше запустим то есть он как бы этот момент проскочил сейчас наверно то же самое вот тут все равенство с нулем надо установить на больше меньше так нет прыгает он сильно быстро надо чтоб медленно чтоб камень под ним успевал проходить так это надо исправить допустим на 80 если я правильно понимаю либо наоборот на 120 так нет так еще быстрее да надо на 120 исправить вот здесь и вот здесь ну так видим да и он тогда будет успевать перепрыгивать камень ну в общем с этими цифрами можете тоже поиграться да там можно исправить допустим вообще на 150 но потом можно да кстати придумать что-то с уровнем сложности либо динозаврик будет прыгать как-то не так либо камень будет двигаться быстрее и так далее так все отлично мне нравится как работает так и оставим и теперь все вот это что мы написали этот большой код давайте все это выведем в отдельный метод тут у нас есть метод муфов стон а мы сделаем метод джамп дина его создадим с помощью лампочки этот метод и вот это вот все 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 перенесем в него то есть видим да вот этом методе рендере у нас есть код который отвечает за позицию динозавра вернее за прыжок динозавра за передвижение камня а то что происходит в этих методах мы пока трогать не будем и код становится более читаемым так давайте попробуем отлично итак предлагаю сделать еще все это вывести вот сюда старт позицию пускай будет у нас еще такой метод и него мы перенесем вот это вот все то есть тут хранятся данные о первоначальном местонагождение динозаврика и камня и того что у нас есть видим метод прыжок динозавра метод движения камня и метод начальные позиции давайте запустим посмотрим как все это работает так все отлично на этом это видео будем заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на канал продолжим в следующем видео давайте пока так 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 так